Лукашенко покинул страну и отправился в Пакистан, где обстановка довольно напряженная. Там сейчас проходят серьезные массовые акции протеста, но Лукашенко, на удивление, не побоялся и полетел туда. Естественно, он полетел не один, делегация из 68 человек, что в данной ситуации неудивительно. По данным пакистанских СМИ, параллельно в Ислабаде пройдет пакистанско-белорусский бизнес-форум. И, видимо, Лукашенко на него и отправился. Утром россияне ударили по Одессе. В результате обстрела пострадали жилые дома, предварительно есть среди мирных жителей пострадавшие. Русские оккупанты сегодня ночью серьезно произвели атаку по Украине. Русские оккупанты бьют по мирному населению, пытаясь деморализовать людей. Путин пытается реализовать свой якобы мирный план. Ну а это просто гениальное изобретение лукашенковской системы. Видимо, об этих нанотехнологических прорывных моделях Лукашенко и говорил. Возможно, даже это будущий электрокар в мире белорусской медицины. В городе Орша появился вот такой вот чудо-аппарат. Это креслокаталка. Ему даже свое название дали, но суть на самом деле не в этом. Это сюр сотового уровня. В то самое время, когда рассказывают о том, что в 2040 году мы будем чуть ли не в топ-15 стран мира. При этом на сегодняшний день у нас вот такие креслокаталки. В Украине фиксируют волну диверсии против силовиков. В Киеве зафиксировано три случая диверсии. Один из инцидентов касался подрыва военнослужащего. Он погиб. В двух других случаях удалось избежать пострадавших и жертв. Правоохранители задержали причастных к этим подрывам. Вот будьте уверены, что к этому всему причастна рука Путина. Ничего с Украиной не может сделать. Никак не может страну победить. Бесится. А вот и начал заниматься подобной дищей. Мирный план Путина по Украине предполагает разделение страны на три части и продолжение оккупации. Такой сценарий описывается в секретном документе Министерства обороны Российской Федерации. То есть путинский режим планирует часть вот эту красную забрать себе. Желтую сделать подконтрольную путинскому режиму. Ну а ту часть как бы решайте сами. То есть по факту путинский мирный план предполагает уничтожение страны и государственности в целом. Ну просто гениальный мирный план. Вот Путин настолько охреневшая личность, что создает подобные планы, которые в общем-то в здравом уме никак не слаживаются. Но Путина ничего не смущает. Вот это его мирный план. Поэтому с путинским режимом договариваться нельзя. Путин это человек, с которым нечего разговаривать. Он все, что мог сказать, сказал. Все. В Вильнюсе рухнул грузовой самолет. Полиции Вильнюса уточнили, что в авиакатастрофе погиб член экипажа. Новость появилась с самого утра и шокировало огромное количество людей. Самолет упал на жилой дом. Еле живого Лукашенко вытянули на лед. А вместо самого диктатора зрителям показывали на огромных экранах старые фотографии. Мало того, что Лукашенко выходил на лед, держась за плечо впереди идущего, так он и на фотосессию вышел, держась за плечо. Основную часть игрового матча, в котором он обязательно победил, Лукашенко находился в запасных. Немного в конце вышел, показал, что он еще, в общем-то, на ногах стоит. Ну а потом на вручении он вообще спрятался и забился в угол под плинтус, где ему, в принципе, и место. Его команда, естественно, победила по понятным причинам, ведь она побеждает всех, с кем играет, если это в Беларуси. Так вот, интересный момент. Лукашенко пытается постоянно доказать, что он еще здоров и молод, но по факту рассыпается. И фотографии и средств массовой информации вне Беларуси подтверждают, что Лукашенко находится в крайне тяжелом состоянии. О его здоровье уже ходят легенды в стране. У него столько заболеваний, что, по сути, человек не живет столько, как Лукашенко. Но при этом диктатор еще пытается барахтаться. А белорусская пропаганда пытается убеждать белорусский народ, даже ставя левые фотографии на экран, что Лукашенко еще что-то может. Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине ПВО для защиты от ракет типа «Орешник». Владимир Зеленский записал видеообращение. И тут важный и ключевой момент в том, что это самое ПВО существует. Когда Путин заявлял о том, что никто никогда нигде не сможет сбить этот самый «Орешник», потому что это нанотехнологичное вооружение. Ну, на самом деле, уже подобные ситуации в Российской Федерации были, когда они заявляли о том, что у них какая-то техника, то ли самолеты, то ли ракеты, непобедимые. Ну и, естественно, во время войны все стало известно, и по факту было видно, что вооружение Российской Федерации себя ничего не представляет по факту. Но важно, что сейчас Владимир Зеленский просит ПВО, а значит, знает, о чем говорит. Значит, по факту Путин, когда говорил о том, что его невозможно сбить, точно знал, что все возможно. В Кремле паника. У России нет выбора. Путину давно объяснили, что применение ядерного оружия приведет к ответному, довольно серьезному и масштабному ответу со стороны НАТО. И Путин прекрасно понимает, что красные линии, которые он очерчивает, уже никого не беспокоят. Все его пугалки и запугивания Запада и Соединенных Штатов Америки не работают, люди устали. Они прекрасно понимают, когда Путин отодвигает каждый раз красную линию, он, по сути, свои слова обесценивает. И люди это поняли. И он теперь понимает сам, что единственная возможность победы Российской Федерации – это применение ядерного оружия, которое приведет к мгновенному уничтожению режима Путина. Ну и, как вы понимаете, к страшным последствиям. Поэтому, в общем-то, угроза Путина – это, скорее всего, больше мольбы о прощении и о помощи на хоть каких-то более-менее приемлемых условиях, чем реальные угрозы с попыткой что-либо сделать в реальности. И специалисты и эксперты хорошо дают оценку данной ситуации и прекрасно знают, что говорит и что хочет конкретно Путину в данном вопросе. Поэтому никто и не отреагировал. Поэтому Соединенные Штаты отметили еще больше целей внутри Российской Федерации для атаки со стороны Украины. Потому что Путина больше никто не боится, а главное – никто не уважает. Да, конечно, найдутся в мире лидеры, которые попытаются заиграть с путинским режимом. Так или иначе, Путин на это серьезно реагирует, как и сам Лукашенко. Ведь они сейчас в паре работают. Но к чему это приведет? Ни к чему, к маргинализации того чиновника. В Венгрии этому хороший пример. Где сейчас Орбат? Где? Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!